Продвижение интересов государства и народа Узбекистана с позиции интересов простых граждан страны и равноправного партнёра. Как показала хроника последних недель, мы для этого созрели достаточно. К Узбекистану нынче прислушиваются, и позиция наша вызывает неподдельный предметный интерес. Вот первая сессия круглого стола в рамках международного форума в Китае, который все эти дни оставался в новостном топе международных СМИ. Шавкат Мерзьеев, кругу лидеров мировых держав, выдвигает инициативы глобального взаимодействия на перспективу. Предложения эти приняты серьёзно, как посыл к действию, что говорит о многом, о политическом весе нашей страны, о растущем авторитете её лидера, о том, насколько актуальна конструктивная позиция Узбекистана для мира сегодня. Взгляд со стороны от Саида Давлетовой, которая в те дни также находилась в Китае, внимательно следила за событиями, анализируя. Территория Китая простирается с востока на запад на 60 градусов долготы, а это целых 4-часовых пояса. Однако по всей стране действует одинаковое время, как в Пекине. Единый пояс – символично в свете событий, проходивших на этой неделе в китайской столице. Главы государств и правительств около 30 стран. Представители почти 130 стран авторитетных международных организаций были гостями Поднебесной. Проект «Один пояс – один путь», автором которого выступает Китай, предусматривает варианты новых моделей международного сотрудничества и развития. Укрепление существующих механизмов двустороннего и многостороннего подмышлений. Участие Узбекистана – приоритетный момент проекта. Центральная точка Великого Шелкового пути издавна занимала ключевое место в торгово-экономических и культурных коммуникациях. После насыщенной программы госвизита, первого в Поднебесную, президент Шавкат Мерзиёев представил конструктивный взгляд Узбекистана на идею создания пояса, сразу сказав о важности наполнить совместные шаги конкретикой. Мы рассчитываем на реализацию в нашем регионе, где сосредоточены богатейшие природные, производственные и человеческие ресурсы крупных проектов в сфере транспорта, торговли, инвестиций, энергетики и высоких технологий. Во-вторых, важно разработать комплексную программу действий по сотрудничеству создания транспортно-логистических маршрутов, связывающих Центральную Азию через Китай и Россию с рынками Южной, Юго-Восточной Азии и европейских стран. Железнодорожная магистраль Китая, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан с выходом на порты Пакистана и Ирана в Индийском океане, по мнению президента, могла бы быть интегрирована в разветвлённую сеть транспортных коридоров одного пояса. Важные усилия в реализации совместных проектов в сфере высоких технологий. Шавкат Мерзиёев предложил создать интегрированные промышленные технопарки, научно-инновационные кластеры и свободные экономические зоны. В этих целях мы предлагаем совместно выработать эффективные механизмы продвижения таких проектов. В-четвёртых, для эффективной реализации инициативы «Экономический пояс шёлкового пути» на наш взгляд необходимо всячески поощрять прямой диалог между бизнес-сообществами, особенно на межрегиональном уровне, целью принятия конкретных программ и проектов сотрудничества, укладывающих концепции пояса и пути. Одним словом, дальновидный взгляд на вопрос, что инициативы дадут конкретным людям, какую роль сыграют в человеческих судьбах, будь то в больших городах или отдалённых сёлах. А ещё идея пояса – это не только экономический аспект, не хлебом единым, как говорится. Маршруты возрождаемого Великого шёлкового пути – это и конкретные шаги в укреплении диалога цивилизаций, древних культур, развитии сферы туризма. Уверен, что реализация этого масштабного проекта, охватывающего сегодня более 60% населения планеты, будет способствовать формированию единого пояса мира и благополучия, процветания и прогресса, сотрудничества и дружбы между нашими странами и народами. Позиция главы Узбекистана в отношении открытого партнёрства, в частности, укрепления дружбы с Китаем, ярко и ёмко выражена в предисловии к известной книге «Си Цзиньпин о государственном управлении», которая была переведена и на узбекский язык. Сегодня Китайская Народная Республика является близким и достойным доверия партнёрам Узбекистана, говорится в предисловии. Китай неуклонно поддерживал его грандиозные планы в ходе экономических реформ и модернизаций. Книга «Си Цзиньпин о государственном управлении» имеет важное значение для понимания политики, глубокого содержания проводимых Китаем реформ, базовых принципов и политического курса. Сказано в предисловии президента Узбекистана книги китайского лидера. Я здесь нахожу очень много. Я хочу найти этот книг в вашей стране, в вашей стране. Это я говорю вам действительно, потому что это так. Я всегда могу найти это, потому что это так. Спасибо, спасибо за вашу исключение. Это знак уважения и доверия к латвийской партии китайского правительства. Я очень тронулся. В одном из недавних изданий популярного журнала «Дыхание Китая» в размышлениях о стратегическом поясе есть такие слова. Это должна быть совместная симфония, от исполнения которой получит пользу каждая сторона. К слову, в прессе в связи с событиями, казалось, не хватало полос и эфира. В первых строчках был и государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, о котором писали авторитетные издания China Daily, Global Times, Ченжимбао, Женбинжибао, Цензинжибао, Лукви, сообщали радио, телевидение. В частности, China Daily отмечала результативность двусторонних отношений, комментировала широкий спектр стратегического партнерства. Было подчеркнуто, что Узбекистан одним из первых поддержал инициативу пояса. А вот что в заголовках «Сенжимбао» – «На пути прогрессивных целей Узбекистан и Китай вместе». Вот в таком настрое в мае 2017-го всех объединял Пекин. А насколько условны границы, понимаешь, когда общаешься с простыми жителями. Они рады инициативам прошедшего форума и гордятся, что их любимая столица – средоточие древнего наследия. Теперь и адрес большой идеи, нужный для всех. Господин Зун хорошо знает об Узбекистане, но еще не был у нас. Хочет приехать. Говорит, что теперь совместный бизнес будет лучше развиваться. Ваш президент сказал, надо поддерживать прямые контакты. За пекинским форумом следила и Пуэй. У нее очень хорошее впечатление. Считает, что теперь будем чаще ездить друг к другу, ведь и туризм активно станет развиваться. В Узбекистане много красивых исторических городов. У нас тоже. В одном Пекине сколько памятников. Древнейший город с историей в несколько тысяч лет. С чего только не видел на своем веку Бейдин – северная столица. Ну а сегодня шумный и многолитий мегаполис – это центр культурной, политической, образовательной жизни Китая. При этом каждый может открыть для себя свой Пекин и в традициях древности, и в шарме 21-го столетия. Отныне же современный образ города не представляют без ожидания от реализации проекта. Столичные отели до сих пор полны гостей, приехавших понаблюдать за форумом. После окончания конкретные шаги к воплощению планов. Лео Сяо и Субвенпо – коллеги, специалисты по инвестициям. Она из Гонконга, он пекинец. Форумом впечатлены, ожидают больших результатов, потому что главы государств говорили очень конкретно. А в завершении хотелось бы обратиться вновь к старине Лао Цзи, которого ярко цитировали и на прошедшем форуме. Еще он говорил так – «Будь способен знать начало и путь древности. И это знание позволит тебе увидеть путеводную нить, ведущую к сегодняшнему дню».